Девушки отдыхают 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 компаний у меня не было опыта как руководителя и у меня не было опыта как у арт-директора еще у меня не было денег чтобы запустить типа компанию снять что-то там офис мебель купить людям деньги платить в общем такой идеальный рецепт такая полная яма из которой можно ну как-то чудо если хочешь что-то сделать в принципе можно вырваться и вот я вчера посидел подумал над вот этим таймлайном как он шел выделил там правильные действия которые делали какой-то некоторый майнсет и вот хочу поделиться вот этим всем как раз вот этот первый пельмень будет про это когда нет опыта когда нет ресурсов но все равно все таки что-то можно сделать начнем мы сразу с мощных историй это поступление и расходы денег и вот эти вот моментики это кассовые разрывы то есть это когда вам надо заплатить больше чем вы получаете и как видите их было целых три я посидел ужаснулся и не знал что с этим сделать но это был такой мне кажется ключевой момент потому что я просто посидел как-то перекодировал модель передоговорился с там с ребятами с поставщиками и получилось сделать так что в итоге даже на тех же денежных поступлениях у нас возник некоторый плюс и в этот момент я понял прям очень мощную идею для себя что реальность можно плавить вот она на фиолетовом фоне специально и короче даже пошел плавить реальность и вошел так сказать в разнос так мы начали работать со вкусом я просто открыл такой почтовый клиент и начал 7 писать письма вкусу киви барьеру еще кому-то работает потом так мы начали работать с locals уже не сейчас студия луч я пришел к жене говорю же не за восемь лет слежу давай что-нибудь совместно сделаем он говорит ну возможно я просто сел к нему в коворкинг и потом мы начали вместе работать то есть и в итоге не имея какого-то портфолио опыта ресурса там не знаю офиса до денег важно мне кажется очень сильно вот это вот открытое мышление то что вы сможете на ситуацию даже когда там какие-то минусы что-то еще посмотреть под другим углом услышать то что вам говорят люди и на основе этого уже сделать короче очень крутые действия и очень важно не относиться серьезно к себе то есть неважно что подумают если вы напишите глупое письмо не важно что подумают если опубликуете глупый пост или что-то еще это во втором пельмене будет это продолжение этой истории но типа заявлять о том что вы собираетесь делать бросать какие-то вызовы очень классная идея на самом деле потому что все это дает просто жесткий boost вообще развития и как видите можно из ничего сделать что-то получается классно но конечно же в такой теме когда нет опыта возникают вот такие вот кляксы фокапы жесткие сотрудники увольняются и хантит сбербанки вот потом мы фокапим что-то клиенты отказываются от нас мы от клиентов короче сайты классика ну например вы часто будете получать вот такие письма то что макс надо учиться думать о последствиях сегодня это просто был крик души разрыв попы вот пока как и говорил никакого сайта не будет все останавливаем все и в 10 раз уменьшаем работы это нормально как бы ребята это мясо случается просто надвигаться дальше но и в итоге учитывая то что вы как бы можете сделать все что захотите если просто будете открыто слушать то что как бы говорят люди не будет типа слишком серьезными то вы сможете из-за этого обучаться то что вы сделали что-то посмотрели обратную связь сделали посмотрели обратную связь и что для этого нужно ничего просто можно начать как бы и все вот вот будет первый шажочек и дальше из этих шажочков как бы появится вот второй шажочек вот эти первый вот второй и вся фишка в том что вот этот первый пельмень до который вы съедаете второй пельмень не появится без первого пельмени то есть пока вы не понаделаете ошибок вначале ошибок которые дальше наделать их просто-напросто не будет потому что ничего не сделать это логично звучит но часто мы как бы не И приступаем что-то делать, думая, что, не знаю, мы не можем нанять 10 тысяч людей, а как этим управлять, а большая компания, не, не для меня. Ну, нормально. Можно начать и все пойдет. На черных слайдах у нас будут написаны какие-то основные мысли по итогу каждого пельменя. Фишка этого пельменя, то, что важно открываться и постараться не быть серьезными, чтобы на первых этапах как раз очень эффективно учиться у жизни, можно так сказать. Нормально? Ну, хорошо. Пятерочка. Второй пельмень. Пятерочка. Это таблица. Есть надо. Надо есть в нашем контексте. В общем, нам надо было вывести 9 дизайнеров, 1 арт-директора и 2 менеджера, чтобы проект был классно укомплектован. У нас было 0 дизайнеров, 0 арт-директоров, 0 менеджеров. И мы ввязались в этот проект. Олег тогда занимался у нас наймом и сейчас продолжает. Он всегда выглядел вот так последние, наверное, года полтора. Олег, привет. Но, опять же, из-за того, что мы ввязались, у нас получилось настроить процессы. И вот, например, мы часто получали такие письма от ребят, что, слушай, Олег, тяжело говорить, но я хочу уйти в продукт, потому что, блин, там развитие. И мы с того момента начали очень серьезно развиваться, заниматься планом развития дизайнеров, менторством, вот этим всем, чтобы у ребят была прокачка. Или, например, Макс, так не годится, сроки уже на два месяца просрочены. Что вы творите? Тут мы начали серьезно думать, как системный менеджмент, в принципе, выстроить, как выстроить продуктовый подход. Или другая тема, метрика. Какая метрика, наверное, вам так говорил менеджер, у нас основная метрика – это деньги. И с этим тоже надо что-то делать, потому что непонятно, как работать с такими данными. И мы начали тоже это в том числе пробрасывать в продуктовый подход, углубляться в исследование. И вот это вот все. И, наверное, вот в Тинькове, может быть, или в Сберию так раньше приходили, сейчас, наверное, поменьше. Но часто приходят, просят поставить желтую кнопочку, красную кнопочку, чтобы она по центру плавала, был call to action. И дизайнер не знает, что сказать, и как бы делает. В итоге у нас как бы получилось наладить процессы, вот артефакты. Я им поделюсь, это, собственно, будет по DP, понимашка задачки. И, понимашка задачки делал Веня, когда работал с нами. Он сейчас в Тинькове работает, кстати. И он работал над пятерочкой, и мы постарались обучить менеджеров ставить задачу дизайнерам. И продуктовый подход мы описали с Крис, то есть с чего начать, чтобы продукт был классный, как исследовать, как не надо исследовать. Вот это все можно будет посмотреть у нас в Notion, вот с лумами, чтобы как бы сейчас в лекции не занимать это время. Кому надо, можете просто качнуть по QR-коду, там все в удобном формате будет лежать. В конце еще будет слайд со всеми QR-кодами этой презентации, такой оптовый слайд. Вот. Итого, получается, что мы во все это ввязались, у нас было ноль ресурсов, и в один из вечеров мы просто взяли там шесть наград. И это было как бы прикольно, такой эпопея того, что, оказывается, какие-то дураки что-то начали делать, и у них получилось. Вот. Фишка в том, что надо просто ввязываться, кажется, во все процессы, и в итоге просто начнут появляться люди, которые поверят вас, поверят ваши вызовы, которые вы приняли, и будут вам помогать, и будут просто в телегу писать. Вот, например, это скриншот, как та же самая пятерочка к нам пришла. Там Женя тогда был с CPO, и он просто написал в телегу, давайте, может, начнем. А написал он, потому что я в канале постоянно писал, что вот мы крутые, мы любим вызовы, мы готовы сделать все, что угодно. Ну, вот, собственно, в нас поверили. Итог, да, то, что, повторюсь, связывайтесь, говорите, что вы любите такое, и вообще говорите о том, что вы любите, и в итоге просто вас начнут окружать те люди, которые вас поверят, и вы сделаете вот такие вот, ну, типа, x10, там, результаты по конверсиям, какие-то классные, не знаю, награды, и вообще в целом классные продукты. И после вот этих вот задач, там, вывести 10 дизайнеров, одного арт-директора, начнете воспринимать уже как норму, и, ну, типа, все будет хорошо, как бы объем вот этот расширится. Ну, и третий пельмешек, хелпер, продукт, который выпустили. Пельмень настолько большой, что он держится без руки. В этом есть концептуальная задумка на самом деле. В этот раз у нас уже был некоторый опыт по запуску продуктов, ресурсы на то, чтобы, например, рекламу закупить и сделать анимации. Вот. И, короче, у нас получилось за три дня этот продукт сделать. от, ну, условно, от придумки такой, когда уже все, принято решение что-то делать, до первых продаж прошло три дня. Первые продажи – это 300 подписок мы продали за один час. Типа, прикольно. Вот. Сам продукт, я просто про него базово расскажу, чтобы было понимание, надеюсь, что это не будет восприниматься как какая-то жесткая реклама. В общем, мы придумали то, что мы просто можем дизайнерам, у которых возникают вопросы по работе, типа, не знаю, устроиться на работу в процессе, пока вы в Тинькове что-то делаете, ордеры не дождаться, можно написать в бот, и мы типа подхватываем и отвечаем. Мы это сделали специально, как к продукту подошли к запуску, в легком формате, просто в боте, но еще убили этим второго зайца, то, что нам можно слать кругляшки, стикеры, войсики, и типа все, ну, прям будет круто. И это как бы тоже, ну, типа такая вот классный запуск концепции произошел. И по итогу, то есть этот продукт у нас стал востребованным. Например, тоже чуть подытожу, мы там помогаем ребятам устраиваться на работу, помогаем вычитывать макеты, конечно же, с исследованиями, помогаем с тестовыми заданиями и помогаем от выгорания, потому что некому написать, когда вы выгораете. И все вот эти вот тех продукты мы не любили, и, собственно, мы так и сказали. Вот эти ребята делают непонятно что, типа наживаются, у нас продукт дешевый, мы помогаем вот с этим. Залетай. Вот. И фишка в том, что, в принципе, если у вас есть какая-то мысль, будут появляться и вот эти вот мысли, а что если сразу залетит миллион людей или 10 тысяч, а как мы всех их там будем всем им отвечать? А что если у нас менторы будут плохо отвечать? А что если никто не спросит? Вот эти что если лучше отбросить и просто запустить? Реально. Это то, что очень сильно будет тормозить. В этом случае, не знаю, я попытался как-то зажмуриться и нарочно весь запуск сжал до трех дней. И даже ребятам в нашем студии, которые менторами, забыл сказать, что мы такое запускаем, в принципе. То есть топ-сикрет продукт был. Это была проблемка реально потом. Но в итоге нормально получилось пройти и дать пользу. Небольшая хронология, как это помогло нам просто быстро запускаться. Это то, что в первый день условно мы просто сделали анонс, патролили других там обучающих курсов, на названии Nokia написали название компании и сказали, что устаревшее обучение, все ребята хотят чего-то нового. Потом дальше мы выпустили ролик с Крис, с исследователем, и сказали, что все, завтра тут у нас будет трансляция. И в этот момент, когда мы это постили, у нас не было ничего. Ну, типа, вообще. Ну, типа, и у нас были сутки, чтобы что-то сделать и не облажаться. В итоге мы провели трансляцию, вот такую. И мы выбрали трансляцию, потому что мы бы не успели сделать лендос за сутки. Мы бы не успели нарисовать, придумать посылы, потому что продукт новый, его сложно объяснить. И мы подумали, типа, позвонить ребятам, которые ставят трансляции, и, собственно, чтобы они приехали и вывели нас на YouTube. Так и получилось. Нас вывели, нас посмотрели 5000 людей, мы продали продукт. Типа, реально работает. И, например, вот тут Олег стоит в кадре. Я его попросил прийти в кадр примерно за час. Говорю, Олег, наверное, я один буду плохо смотреться в кадре. Давай придешь, расскажешь там про PDP свои. Вот. Ну, и еще важная история, то, что когда мы запускали, когда мы продавали, у нас не было продукта вообще. Типа, он не работал. Вот. Да. И у нас были сутки после продажи, чтобы, типа, сделать его работающим. То есть вся техническая часть. Именно поэтому мы там всем сказали, что, ребята, он будет работать там на завтрашний день. Мы сейчас дорабатываем. Тот же работает. Вот. Ну, и просто приколюха, то, что можно даже с такими фейлами выпускаться. В первые месяцы у нас он работал по открытой ссылке, и, ну, типа, мог зайти любой человек и пользоваться им бесплатно. Вот мы подумали, что никто так не будет делать, все хорошие, и все будет хорошо. Реально, всего два человека так догадалось сделать. Короче, главное об этом никому не говорить. Вот. Сейчас у нас в итоге получается, что там на кучу вопросов мы ответили, у нас есть менторы. Мы реально получаем много благодарности, и продукт, ну, типа, классный. Если подробнее узнать о нем, там можно отсканить. Повторюсь, на последнем слайде еще тоже будут все эти QR-коды, чтобы посмотреть, просто поизучать. И как итог, то, что, наверное, в этом кейсе очень важно быстро действовать и вообще никого не ждать. И все. Вот. Ну, реально, вот эти вот все. А что если отбросить и просто сделать, потому что когда вы сделаете, вы, типа, заикаритесь, и дальше начнете разбираться с теми проблемами, которые будут падать, но пользу в мир вы уже принесете. Вот. Итого, если собирать всю презентацию в один слайд, как для топ-менеджеров, вот этот слайд. Можете выслать его своему топ-менеджеру. Короче, прикольно открываться и быть с какой-то самой иронией к себе, чтобы быстро обучаться в чем-то новом на старте. Дальше прикольно заявлять о своих вызовах, которые вы хотите сделать, чтобы к вам подтянулись такие же психи, в хорошем смысле слова, и вы бы с ними сделали там x10 конверсии, как в случае с пятерочкой. И третье, все, что остается, это просто быстро что-то делать, быстро запускать и не думать о каких-то последствиях, и потом с этими последствиями разбираться. Вот. И, наверное, вот это вот идеальный пельмень какой-то жизни, состоящий из вот этих трех шагов, которые просто на опте получилось пройти. И, типа, все, спасибо. Вот. Тут QR-коды, кстати, забыл. Это Notion, это Helper, это телега, наш канал. Мы там просто вечно постим какую-то штуку. У нас постоянно как-то, в общем, что-то происходит. Спасибо, Макс. Да, это было классно. Даже захотелось спросить по поводу последнего продукта Helper. А есть планы вообще куда-то дальше пойти, чем дизайн и так далее? Да, возможно, там менеджерский Helper или какой-то продуктово-менеджерский? Да, есть. Есть у нас в канале. Вот в этом. Последний пост почти. Как раз про то, что мой продукт сейчас Helper. Прямо сейчас делаем запуск на рынке кондитерки. сладостей, реально. Это случайно получилось. Но менеджеры пойдут дальше тоже, да. Ну что, вопросики? Кто хочет позадавать вопросики? Доглад интересный, классный, давайте. Спрашивайте, что интересно. Много желаю. А за классный вопрос у нас будет подарок PopSocket. Меня зовут Даша. Я хотела вас спросить от самого начала до первого перебежка. Почему ты вообще ушел из Яндекса? Что сподвигло? Потому что я думаю, у каждого дизайнера есть такой работа в большой продуктовой компании, в стартапе, в студии. Что именно сподвигло тебя? Ладно. Я думал это слово замазать, но меня уволили из Яндекса. Ну, типа это сподвигло. Серьезно. Ну, так и было. А за что? Я тоже думал это замазать. Уолили меня из Яндекса, потому что я делал не то, что нужно. Тогда я это называл, то, что я лез во все дырки. Ну, например, ко мне пришли и говорят, давай сделаем аккуратный редизайн Яндекс.Календаря. Я говорю, давай. И, короче, сделал, говорю, ну, типа, ребят, я вот сделал еще новый визуальный язык Яндекса. Вот вместе с календарем. Ну, и так я делал много раз. Я не очень понимал, чего говорят. Ну, и в итоге… У тебя есть визуальный язык на все сервисы Яндекса? На Яндекс.Диск тоже есть. Ну, такие пироги. Приветики. Все-таки возник вопрос. Как часто пишут в этот бот вопросы дизайнеры? И как вы все-таки решили проблему с тем, как отвечать им, как справляться с потоком? И как проверять, насколько ответы корректны? Насколько чего? Последний раз. Насколько ответы корректны? А, понял. Смотри, там слайд был. Нам сейчас… Мы закрыли уже что-то 11 тысяч, по-моему, 400 обращений. Внутри обращения есть еще ветка общения. То есть это еще больше сообщений. Это раз. У нас получается это закрывать тем, что мы вовремя стараемся вводить менторов. Вот. Ага. Вижу еще вопросы. Как стать вашим ментором? Собственно, как присоединиться? Заходи на сайт. Там внизу есть типа написать Марине. Марина вот тут сидит, ты пиши. Можно сразу к Марине просто? Да, вот она. Подними руку, пожалуйста. Да. Ну, короче, смотри, дальше отвечу. Просто мы реально стараемся вовремя выводить менторов. Вот этот опыт, где там был сумасшедший Олег такой, ну, от того же, сколько надо людей вывести, он потом нам очень сильно помог. То есть мы научились много дизайнеров выводить сразу. Плюс мы для ребят на стороне продукта придумали хорошую модель. То есть мы говорим, что это не фулл-тайм работа, это просто можно там каждые два часика по 10 минут. Это хороший там плюс к зарплате. Условно там плюс 30 тысяч, плюс 40. Ну, типа. И из-за этого легко договариваться. Мы экономику продукта таким образом сложили. И что еще? Вопрос качества. У нас есть должность секретная. Черт. Ну, ладно. У нас есть секретная должность полицейского. Он сидит, смотрит, особенно, как отвечают новые менторы. Полиция моды, да? Да. Да, да, да. И, собственно, контроль качества таким образом осуществляется. Вот. Ну, а в этом полицейском никто не должен был знать, если чего. Привет. Вот как раз тоже заинтересовала. Хелпер, вот как раз интересно, что подписка. Что входило в эту подписку? То есть можно было тупо фигачить вам? А, она, да, да, 24. То есть не было ограничений, да? Никакого. У нас есть юзеры, которые нам задавали где-то по 300 обращений в месяц, а есть, которые по 10. И это все устаканивается, нивелируется. В среднем один юзер задает 12-15 вопросов в месяц. Вот. И продукт до сих пор есть, можно пользоваться. Ну, типа, вон. Сейчас полетит. Так же подписка, да? Да, да, да. Но мы удешевили сильно подписку, поэтому да. А как вы вообще как раз менторов отбирали? У вас какой-то был критерий отбора? Это не стало интересно. Сперва это была наша команда, а дальше мы старались, типа, расклонировать их. Просто в основном, как я дизайнер и психолог, я посмотрел и отвечаю. Интересно. Да. Привет. Привет. Я хотел спросить про философию agile. Пользовались вы когда запускали свою студию на таких энтузиастских началах? Или же это было как-то нативно и само собой получилось? Пользовались не подошло, да? Не пользовались, наверное. Короче, мы пользовались философией. То, что вот у тебя есть начало месяца, есть ребята, которым заплатил зарплату, и у тебя есть еще месяц, чтобы им заплатить. У нас кэшфлоу философия была первые два года. Ну, типа, это на самом деле провоцирует делать эффективные действия с минимумом затрат каких-то. То есть сделал, получил результат, сделал, получил результат. И вот постоянно ищешь, а что принесет клиентов, а что, чтобы ребята не уходили. Ну, типа, вот такой. Как бы agile, а как бы завязанный на деньгах, чтобы просто компания существовала. Спасибо. О, как громко. Так, ну, у меня два вопроса. Первый. Ты вначале говорил, что когда открывал студию, не было вообще ничего. Ноль менеджеров, ноль дизайнеров. И денег тоже не было, наверное. Не совсем понятно. Я понял. Ну, типа, не совсем понятно, как же получилось так, что у тебя внезапно появились сразу люди, которым ты сразу начал платить зарплату. Ты рассказывал на стриме каком-то про Крис. Что ты ее просто нашел вот так вот. И платил ей деньги. И было такое, что нечего было платить. Как ты справлялся с этим вот в самом-самом начале? Да, я понял. Ну, в самом начале я продал просто себя. В каком смысле? Ну, я, короче, делал фриланс и пошел сарафан. И самую выгодную часовую ставку от клиента, это были американцы, которая была. Я просто к ним пришел и говорю, ребята, выкупите моих 160 часов. Мы же круто работаем. Они такие, ну, давай. Как это произошло? Как я, ну, типа, как я их нашел? Ну, да, да. То, что я вот фрилансил и старался реально очень вкладываться прям, делать больше, чем просят. Всегда. То есть, например, тогда не было фигмы, и я выкладывал все макеты удобно там на свой сайт, чтобы просто посмотрели, типа, как сейчас фигме. Я записывал скринкасты, выкладывал на YouTube, как сейчас есть Loom. Ну, типа, чтобы мы не созванивались, чтобы было быстрее. И вот этот сервис плюс какое-то желание там в продукте. Ну, ребята видели, что я вовлеченный и стараюсь их продукт улучшить постоянно. Они начали рекомендовать другим. И вот, ну, типа, как бы так пошло. Я выбрал тех, кто просто тогда был выгоднее и интересен сильно прям. Договорился, продал, то есть, 8 часов в день своих. У меня еще оставалось 24 минус 8. И, типа, на это оставшееся время я и попробовал сделать студию. Хорошо. То есть, а первые вот те, кто пришли, они сразу работали прям на полной зарплате все это, вы пообещали смогли. Или это было, типа, знаете, как бы за идею, то есть, как бы… Понял. Первых ребят я нанимал прям джунов-джунов, у которых была небольшая зарплата. Потом, когда мы начали крепчать, то есть, условно, я за небольшую денежку получил тоже 160 часов. Из-за того, что я что-то умел делать, я их смог научить. То есть, первая девочка была Вика, она не умела работать на Маке и в скитче, например. Но у нее было художественное образование, мы пособеседовались как-то. Мне она понравилась просто, как мыслит. Вот, и за два года она прям выросла в синьеры у нас. Прям вот, ну, а дальше уже, то есть, когда ребята обучались, ресурсы все больше и больше становилось таким образом. И появилась возможность нанимать уже более дорогих ребят. Хорошо. Можно я сейчас сниму просто этот вопрос от друга моего? Давай. Короче, в Питере у вас недавно была дизайн-туса. Да. И там было ваше брендированное пиво. Да, да. Вот. Вопрос такой, что это за пиво, потому что оно очень хорошее оказалось. Круто. Но на самом деле сейчас западное пиво очень дорогое. И это обычное очаково. Очаково? Серьезно? Да. Ну, мы подумали, хорошее настроение и очаково пиво создадут что-нибудь еще более хорошее. Хорошо. Спасибо большое. Тебе. Ох, много вопросов. О, еще вопросы. Ну, да. Время позволяет пока. А вот тут вопросик уже давно. Вот здесь. Ага. Макс, привет. Привет. Спасибо большое за доклад. У меня знаешь, какой вопрос. Вот касательно продукта, то, что вы его запустили быстро, за три дня. И в нем уже по-любому есть какие-то баги, какие-то недостатки и так далее. Если это один продукт, например, да, это все классно. Но когда это встает на поток, как не понести репутационные какие-то риски? Потому что, знаешь, ну типа, ой, эти ребята опять что-то выпустили, оно опять забаговное. Ну, это нормально. И в любом случае это какие-то вот такие вот риски несет. И как-то вы с этим об этом думали? Инфицировали на эту тему? Смотри, он на самом деле без особых багов вышел. Потому что мы использовали уже все готовое. То есть мы посмотрели, мы не писали бота, мы его просто купили у того человека, кто типа их, типа делал для службы поддержки. Мы не сами организовывали стрим. Мы попросили тех ребят, которые организовывали стримы для Яндекса и так далее. Мы заплатили им денежку, они сделали качественно. Потом мы уже начали сами стримы делать. Мы попросили этого разработчика быть с нами на поддержке, чтобы править баги. А баги, которые там, не знаю, условно, фотку отправляешь, она до нас не доходила. Но все остальное работало хорошо. Без задержек. Мы типа просто там за первую неделю, за первые две недели поправили. И мы собрали всех участников этого продукта во внутренний чат. И каждый день писали, как мы развиваем продукт. И вот это тоже, мне кажется, и репутационно хорошо, и то, что видно, что вы улучшаете продукт. И ребята дают фидбэк по тому, как его улучшать. Вот я бы как бы так, то есть покупал бы все готовое, чтобы протестить идею. И общался бы с теми, кто купил, чтобы вместе его улучшать. Ну и обрабатывать негатив правильно. То есть не молчать. Но если от хелпера абстрагироваться, и в целом какие-то, может быть, доработки в продукте, компоненты продукта, если мы там берем разработку, не знаю, в той же пятерочке, например. С выпуском каких-то компонентов тоже. То есть быстренько слепить MVP, кинуть, проверить. Это круто. Но пользователь пользуется, начинает приходить, такие, у меня не работает. Согласен, согласен. То есть смотри, очень крутое замечание. Быстренько слепить и что-то сделать, это когда что-то новое работает. То есть тебе надо оббиться об рынок как можно быстрее. И часто это дешевле, чем провести исследование. И намного более честное. А когда у тебя уже есть клиентская база, продукт, бренд, пятерочка и что-то еще, то так лучше не делать. То есть поэтому Яндекс выпускает что-то новое под другими брендами. Он быстренько смотрит, щупает. Ага, все зашло. Типа Яндексом становимся. Вот я думаю, это такой подход. То есть важно разделять, на каком этапе компания. Когда вообще ничего нет, важна самая главная первая метрика. Как можно быстрее выброситься на рынок, чтобы проверить, что у тебя есть, продакт-маркет-фит или нет. А когда уже что-то у тебя есть, бренд, то в общем надо экспериментировать, разные подходы использовать. Если нет репутации, то можно шарашить. Если есть, то уже… А чего теряешь? Ясно, спасибо. Вот, надо Q&A доклад было делать. Макс, привет, меня зовут Аня. У меня такой вопрос, какой у тебя секрет твоего тайм-менеджмента? Секрет чего? Тайм-менеджмента. Ты просто, ну, везде у тебя столько проектов, столько лекций. Команда, команда. Команда на самом деле. То есть что кто-то… Когда вот это все случилось там в феврале, мы вынужденно разделили обязанности свои. Я ребятам сказал, что, ребят, я теперь только за продажи отвечаю. Все, что там вот за качество, это вот ты отвечаешь. За нами ты отвечаешь. И, ну, типа это вот спровоцировало, да, там что-то не получалось. Я увлекался и чуть-чуть правил. Но в целом ребята стали более самостоятельными. Плюс еще Марина помогает вот с хелпером. Она пришла по вакансии как ассистент, но большую часть операционки по хелперу забрала. То есть люди, которым получилось передать, собственно, задачи, и люди, которые хотят их делать, которые тоже драйвятся от этого. Ну, команда, короче, помогает. Спасибо. Макс, привет. Меня Денис зовут. Я у вас клиент. И Марина, привет. Я хотел бы узнать про деньги. Ну, сколько зарабатывает хелпер? Или если там цифры нет в соотношении студия хелпер, или еще про B2B, то есть в каком соотношении? Ага, я понял. Ну, студия, конечно же, больше зарабатывает, чем хелпер. Хелпер мы запустили три месяца назад. И за это время мы, типа, вообще складывали продукт. Сейчас вот его недавно упаковали, и сейчас будем пробовать на холодный трафик его выбрасывать. Ну, типа, смотри, что да как. Поэтому сейчас он приносит, не знаю, не очень много. Ну, для компании там условно полмиллиона, плюс-минус. Для компании немного, потому что большая часть фото надо платить. Но самое важное, что это позволяет формировать продукт. А это сейчас ключевое. То есть мы в небольшом плюсе. Студия приносит, ну, больше. Сколько-то. Понял. А у меня вот корич спрашивает про какие-то другие направления. Ну, вот не про кондитерку именно, типа, продукт менеджмент, там, еще что-то. Я ему просто рассказываю, он такой, о, ничего себе, что-то такое будет для продуктов там, или что-то планируется такое. А чего планируется? Ну, типа, для продукт менеджера какой-то похожий. Да, да, для продуктов. Мы думали сразу для продуктов делать, но просто в кондитерах у нас старый знакомый клиент, у которого есть инстаграм, в нем там 130 тысяч подписчиков, и у которых есть в цеху 20 кондитеров. И мы подумали, есть трафик, есть кондитеры, есть наш продукт, модель, и пух, можно типа… Ой, я вам все готово уже. Да, поэтому с кондитеров начали. Ясно, спасибо. У меня был вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok